Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» в студии Татьяна Калиева. Чтобы украсть у петрозаводчан миллион рублей, телефонным мошенникам понадобится всего два дня. И тема сегодняшнего эфира – киберпреступления. О том, какие схемы мошеннических преступлений существуют, как не попасть на уловку мошенников и что делать, если это все же произошло. Об этом нам расскажет заместитель начальника отдела прокуратуры Республики Карелия Дмитрий Шумилов. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! В прошлом году, насколько мне известно, на 50% выросли киберпреступления с показателями 2019 года. Как обстоит обстановка с этим полугодием? Прежде чем говорить о какой-то статистике, мне бы хотелось для наших зрителей определить, что такое киберпреступления в целом, какие они бывают, как они подразделяются, какие виды и типы. Если говорить в узком смысле этого слова, вот как мы, правоприменители, расцениваем киберпреступления, это отдельная глава в Уголовном кодексе, где закреплены ряд статей, которые относятся непосредственно к этим киберпреступлениям. Это в узком смысле слова различные вредоносные программы, кибератаки и так далее. А в широком смысле слова киберпреступления – это в принципе достаточно большой спектр преступлений, которые совершаются с использованием информационно-телекомендиционных технологий. И вы совершенно правы, называя статистику, что у нас в Республике Карелия на протяжении последних трех лет устойчивая тенденция роста таких преступлений. В 2020 году всего на территории Республики было зарегистрировано 3362 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В 2019-м, соответственно, их было 2248, и вот рост составил 49,6%, как вы говорите, 50%, или 1114 преступлений. За 7 месяцев уже текущего года, на 1 августа, зарегистрировано 2124 таких преступлений. То есть мы видим, как идет практически как за 12 месяцев 2019 года. А с чем связано такое? Вы сказали, что у нас статистика, тенденция идет, что 3 года рост преступлений. Это связано с эпид-обстановкой, что все пришло в онлайн, а еще с чем? Ну вот этот лавинообразный рост преступлений, в первую очередь, конечно, связан с развитием высоких технологий. То есть если вернуться лет 5 назад и оценить те возможности, которые существовали там у злоумышленников и сейчас, то, конечно, разница существенная. Вот, но, безусловно, повлияла и пандемия, поскольку практически каждого она коснулась. Приходилось работать дистанционно, ну, чем, соответственно, воспользовались злоумышленники. Как правило, такие преступления совершаются с использованием или с применением расчетных пластиковых карт, компьютерной техники, программных средств, фиктивных электронных платежей, сети интернет и средств мобильной связи. И, к большому сожалению, стремительно увеличивается количество мошенничества, преимущественно в отношении социально незащищенных групп населения. Граждане инвалиды и несовершеннолетние. Я предлагаю сейчас как раз… Мы в прошлом году, вот в 20-м, в 19-м и в этом очень много сюжетов на тему мошеннических действий снимали. Я предлагаю посмотреть небольшой кусочек из нашего сюжета, где как раз пожилая женщина стала жертвой мошенников. На кадрах оперативной съемки очередная жертва мошенников – Ольга. Имя ее изменили, голос тоже признается. И ролики про схемы обмана видела, и истории подобные слышала. Но когда позвонили ей, подозрений не возникло. С вашей карточки сняты деньги, получается, да? Они сейчас находятся в какой-то ячейке, вот, на что мы, значит, с вами никуда не ушли. Но для того, чтобы они возвратились, значит, что-то, мы должны произвести с вами все эти действия. А какой еще крупнейший? 110 тысяч 500. Это все деньги, которые у меня есть на сегодняшний день. Большинство потерпевших – петрозаводчане, и это объяснимо количеством проживающих в столице Карелии. Невозможно объяснить другое, почему жители республики по-прежнему переводят деньги мошенникам. Не учат ни чужой опыт, ни ежедневные сводки, ни предостережения полицейских, да и самих пострадавших. Если пять лет назад от действий мошенников страдали в основном пенсионеры, то сегодня нет такой возрастной категории, которая больше всего подвержена обману. Преступники одинаково входят в доверие и к молодым, и к пожилым, говорят в полиции. Способы обмана стали крайне разнообразными, хотя уже хрестоматийные никуда не делись. Перед сюжетом вы сказали о том, что жертвами мошенников становятся социально незащищенные слои населения, да? Но действительно ли, что только пожилые граждане становятся жертвами мошенников или молодые в том числе, средний возраст? Ну, как показывает практика, на сегодняшний день жертвой таких преступлений может стать любой гражданин, независимо от его возраста, социальной занятости, трудоустройства и так далее. Это может быть как известный гражданин. На практике встречаются случаи, когда даже работники правоохранительных органов становятся жертвами таких преступлений. То есть, получается, никто не застрахован, и всегда нужно быть на чуку, да, чтобы не попасться. Как происходят такие преступления? Вот буквально на прошлой неделе мои пожилые знакомые позвонили мошеннике, как потом оказалось, да, ее начали расспрашивать о том, сказали, что с картой ее что-то не то, и начали расспрашивать о том, где она снимает деньги, куда ходит, да, то есть, и, видимо, вели к тому, чтобы узнать данные карты. И только через полчаса дочь, которая сидела рядом, поняла, что, скорее всего, это мошенники, и они бросили трубку. То есть, какие схемы существуют, как происходят такие преступления? Заговаривают просто? Ну, на самом деле, видов и разновидностей этих преступлений достаточно большое количество. В целом, вот в общей структуре киберпреступности на первом месте стоят дистанционные мошенничества и кражи с банковских карт. Удельный вес таких преступлений, в общем числе, настигает порядка 84%. А схемы телефонных мошенничеств самые разнообразные. То есть, если мы говорим про интернет-мошенничество, то там одни схемы. Если мы говорим про телефонные мошенничества, когда злоумышленники посредством телефонного звонка пытаются похитить денежные средства, то там также существует порядка 10-15, а то и больше схем. Ну, давайте выделим самое популярное, то есть телефонное мошенничество, да, начнем. Это, наверное, когда звонят, все же представляются сотрудниками банка. Ну, так называемая схема, когда близкий родственник попал в беду. Вот одна из таких первых схем. Когда телефон потерпевшего поступает в звонок, и звонят с неизвестного номера, представляются сотрудникам органов, допустим, внутренних герогов и сообщают, что его близкий родственник попал в какую-либо беду. То есть там основания, может быть, самые разные. Там попал в ДТП, совершил убийство, были обнаружены у него наркотики и так далее. И потом предлагают за определенное вознаграждение помочь в решении этого вопроса, чтобы родственник избежал условно-уголовной ответственности. И если жертва соглашается, то злоумышленники называют место и время передачи денежных средств. Как правило, эти денежные средства потерпевшие отвозят в определенное место, их забирает курьер, который может состоять в сговоре с злоумышленниками, либо ничего не знает. Ну, в последующем бывает, что злоумышленники звонят на телефон потерпевшего и сообщают, что там все хорошо, вопрос решен. Но, как правило, после того, как они получили денежные средства, они пропадают и на связь не выходят. И преступники тут как раз пользуются таким шоковым состоянием, да? То есть пытаются заговорить и не дать времени подумать о жертве, да? Как правило, да, идет нескончаемый поток информации, жертва сводится в стрессовое состояние, не отдает отчет своим действиям. Вместо того, чтобы позвониться родственнику, соглашается на требования и предложения злоумышленников и соглашается передать денежные средства. Второй распространенной схемой, как вы правильно сказали, это звонки якобы от службы безопасности кредитных учреждений и банков. Примерно схема такая же, как и в предыдущем случае. То есть идет звонок потерпевшему на телефон, представляет сотрудникам службы безопасности банка и говорят о том, что возникла какая-то угроза с денежными средствами, которые хранятся у вас на счету. И, соответственно, предлагают совершить определенные манипуляции или сообщить данные кредитной карты, то есть пин-код, CVC-код, фамилия, имя, отчество и так далее. Чего сообщать ни в коем случае не по-моему нельзя. Чего ни в коем случае, конечно же, сообщать нельзя. Что делать? В первом случае нам позвонили, что-то там наговорили, мы на панике, все, нужно срочно переводить деньги, нужно включить холодный разум. Да, ни в коем случае не нужно паниковать, если все-таки с вами мошенники связались и уже разговор состоялся, есть смысл даже прервать его, допустим, проверить свой счет, зайти в мобильное приложение, как правило, они у всех есть, на телефоне установлены, проверить, что же происходит в данный момент с состоянием счета. То есть, происходит списание какие-то с него или не происходит. Нужно ли звонить в банк? Не будет, скажем так, зазорным позвонить в кредитное учреждение и поинтересоваться. Как правило, сотрудники Сбербанка сами напрямую, когда выходят на жертву, на своего клиента, они знают все его данные и никогда не просят сообщать ни фамилии, имя, отчество, ни каких-то данных по карте. Вы сказали о самых популярных телефонных мошеннических действиях, а в интернете это, наверное, все же, когда в социальных сетях пишут, там, привет, можешь перевезти мне, там, тысячу рублей. Пару лет назад даже меня тоже взломали, и моим друзьям всем рассылали сообщения о просьбе с приводом, даже поделали в фотошопе карту. То есть, все выглядело супер достоверно. Ну, интернет-мошенничество, они также преобладают в общей массе этих преступлений. Как правило, они совершаются при совершении покупок в интернете на различных интернет-площадках. Многие сейчас пользуются этим видом, скажем так, приобретения тех или иных товаров и услуг. Соответственно, мошенники могут в интернете разместить фейковую страницу с фейковым адресом, да, то есть, либо ее сделать очень похожей на официальную страницу какого-либо там клиента или обслуживающей организации, или продавца. Есть так называемый фишинг, когда путем рассылки смс-сообщений клиенту заставляют пройти по какой-либо ссылке, после чего происходят обманные действия и совершается охищение денежных средств. То есть, получается, нельзя переходить по ссылкам нам неизвестным, да? Если вдруг мы хотим покупать какую-то вещь на сайте, которая нам тоже неизвестна, не самая популярна, мы должны его проверить в поисковике, верно? Можно проверить в поисковике. Как правило, если на этом сайте уже случались такие случаи, то граждане оставляют отзывы о тех или иных, о плюсах или минусах вот этой интернет-площадки. Ну, по возможности избежать внесения предоплаты за покупку, потому что в дальнейшем вернуть денежные средства, ну, будет проблематично. Я все же хочу вернуться к тому вопросу о том, когда пишут в социальных сетях о просьбе привезти друга денежные средства. То есть, если есть факт, возможность того, что взломали чью-то страницу, мы должны перезвонить человеку, просто так мы деньги не переводим, даже если это хороший знакомый. Безусловно, вы абсолютно правы. Нужно позвонить, спросить, удостовериться, если есть такая возможность. Какие еще виды популярные, какие еще популярные схемы мошеннических действий существуют? Ну, существует посредством, например, направления смс-сообщения с номером 900. Все мы прекрасно знаем, что номер 900 – это номер Сбербанка. Когда жертве приходят смс с незнакомого номера о блокировке, допустим, банковской карты, либо о списании денежных средств, в начале сообщения в тексте цифра 900 стоит. Ну, невнимательная жертва перезванивает, мошенники диктуют ложную инструкцию, как сохранить денежные средства, либо там прикрываясь целью заблокировать карту и вернуть списанные деньги. На самом деле, уведывается информация по карте и делается якобы пробный перевод на указанный мошенникам счет или номер, который впоследствии похищается. Мы сейчас с вами разговариваем, я понимаю, что я неоднократно становилась жертвой мошеннических схем. Слава богу, что ни разу не довели они дело до конца, деньги при мне, это хорошо. В январе этого года появилась еще одна новая мошенническая схема, когда мошенники, представляясь сотрудниками МВД, сообщают, что в отношении абонента возбуждено уголовное дело якобы по заявлению Банка России. Эта схема еще актуальна в Карелии? Действительно, в начале года на территории республики регистрировались такие преступления по фактам, по таким сообщениям. Я бы сказал, что актуальность этого вида мошенничества сохраняется. То есть есть возможности опасно, но Банк России никакие уголовные дела, заявления никакие не пишет? Нет. Нет, хороший ответ, четкий, краткий. Вы в самом начале сказали, что киберпреступления это очень большая такая схема, и они происходят не только в интернете или по телефону, а также существуют и другие киберпреступления, то есть, например, это может быть продажа наркотиков, какие-то экстремистские действия. Можно немножко подробнее об этом рассказать? Как я уже говорил, спектр преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, довольно широк. Вы правильно сказали, это к этим преступлениям относятся. И продажа наркотиков через различные интернет-площадки. Это и преступления экстремистского характера. В условиях пандемии, допустим, молодежь наша общается посредством телефонов, интернета, выходят на определенные сайты, которые вызывают у них желание поучаствовать в митингах, демонстрациях, проявить какое-то, скажем так, свое внимание в какой-то определенной проблеме, завлекаются в эту схему, и потом, соответственно, мы видим результат. Выходят на митинги, высказывают недовольство властью, бывает, стычки с полицией устраивают. Вот это тоже все, эти все преступления зарождаются, да, и относятся к преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Еще один вид преступления, это, конечно, преступления, связанные с педофилией, когда наши дети, пообщаясь в интернете с анонимными гражданами, невольно становятся жертвами таких преступлений. Как правило, это преступления против половой неприкосновенности совершеннолетних. И здесь нужно быть аккуратным, да, все же расковаривать с ребенком, проверять в соцсети и разъяснять. Хорошо, как все же вычислить киберпреступника и вернуть свои деньги, если с нами все же произошло какое-то такое событие? Ну, на самом деле, универсальных способов нет, но о некоторых из них можно, наверное, сегодня поговорить. Чтобы понять, что вам звонит, допустим, обычный аферист, нужно обращать внимание на такие моменты. Во время разговора обманщики всегда пользуются стрессовым состоянием жертвы и пытаются сообщить ей как можно больше информации, чтобы у нее не было времени обдумать все сказанное. В методах аферистов очень часто присутствует элемент запугивания. Часто обманщики пользуются чувством жадности людей или стремлением, там, наживы. Насторожить всегда должна низкая стоимость, допустим, товара и цена за какой-либо товар ниже рыночной. Как правило, такие объявления специально размещаются мошенниками, чтобы в последующем найти соответствующую жертву и похитить ее денежные средства. Поэтому определенные правила безопасности все-таки необходимо соблюдать. Самое главное, если мы говорим о телефонных мошенничествах, это никогда не сообщать данные своей пин-код карты, не вестись на то, чтобы вы выиграли дорогостоящий приз, особенно если вы не принимали участие в лотерее. И следует внести в свой номер телефона номер банковского учреждения, который есть на банковской карте. Это такие простые способы, которые помогут вам не стать жертвой преступлений. Спасибо, Дмитрий, за беседу. Я надеюсь, что всегда все предразвучане, все россияне будут держать холодную голову и не попадутся на уловки мошенников. В эфире была программа «Тема дня» в студии Татьяна Калиева. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok